Истерзанная Херсонская область. 9 месяцев Таврийская была на линии огня, но ни единого дня в оккупации. Местные жители говорят, этим гордятся. Вспоминают, бои за село начались здесь 6 марта прошлого года. В этот же день вооруженные силы Украины оттеснили российских военных. Отойдя, россияне оборудовали позиции всего в нескольких километрах от Таврийского и ежедневно вели огонь по мирным жителям. Большинство домов здесь уничтожено. Здесь же линия обороны была, все разбито. Вот полностью сгорело, все. Во время активных боевых действий в селе оставалось всего 3 человека. Среди них семейная пара Татьяна и Владимир. Вот тут стирали, тут мы ели. Сенаршники у нас тут стояли, вдруг начинается бомбежка. Мальфар был. И мы сразу же туда ховались. Там у вас погреб, да? Погреб, да. Погреб, ну, мы же его розкотелажили. Просто он там, там кроватки, ну, было два матраса, и мы там спали, короче. Там и ели, спали, очень. Короче, тут еще у нас была железа. Какая-то такая закрывали мы. Мы не жили в хате, мы жили в погребе. И мы, если оттуда начинают бить, потом оттуда начинают бить. Мы уже вычисляли моменты, когда вы поняли, да, что там 20 минут, можно какая-то есть передышка, где-то сходить, что-то есть, приготовить и все. Все 9 месяцев без электричества, газа, воды и подвоза продуктов. Едой с местными делились украинские военные. Здесь же наши украинские хлопцы были, украинские солдаты. Ну, я хлопцы, я называю. У нас, короче, они жили, и они нам помогали, как говорят. Мы им, они нам. Короче, например, у нас еще, когда коровы далися, то мы молочка, они нам, например, пайки, там, ну, знаете, делились, короче, чем могли. Спасибо им, если вдруг меня побачу, спасибо им, что они нам много помогали, много помогали. Клянусь Богом, что это было вообще, ну, спасибо, что мы так выжили, я даже не знаю. Несмотря на жизнь в подвале под постоянными обстрелами, семья наотрез отказывалась покидать родной дом. Ну, не страшно было, почему они уезжали? Страшно было, ну, знаете, в основном, зачем мне уезжали? Ну, будьте смеяться. Меня, я не могла бросить тех собак, потому что у меня все есть, все, одна битинка, все у меня. Это такое чудо, понимаете? Это вона, вообще, это надо, уникальная людина, ее надо кормить. Ну, в общем, короче, я приду, подумала, если мы уедем, и что с ними будет. И так подумала, что еще такие случаи мы подумали. Ну, вот судьба, знаете, отсюда не уйдешь. Если бы могли мы погибнуть, могли бы погибнуть там, где бы уехали, может, по дороге. Ну, значит, нас Бог спас, значит, нам была такая судьба. Ну, выжили, и слава Богу. Собак теперь у Татьяны 12, к своим добавились еще и соседские. Из села люди убегали с минимальным количеством вещей, оставляли все ценное, животных просто отпускали с привязи. Вот это коза, что до нас прибудилась, пришла, а это выглупилась, а это теперь две козы у нас все, пожалуйста. Вот это одна Маргуша, а одна козоносца, ее зовут Беля, 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 коза Беля, коза Беля, бачишь? Ну, сейчас приедет потом хозяйка, я тебе ее дам. Сейчас семья живет в полуразрушенном доме. Перебрались в единственную уцелевшую комнату и уже готовятся делать ремонт. Говорят, им еще повезло, разрушена только крыша и несколько стен. Электросети в Таврийском пока не восстановили. Татьяна готовит на костре и газовом баллоне. Воду, как и прежде, набирает из колодца. Говорит, все это пустяки, самое страшное уже позади. «Я даже не переживаю, лишь бы война кончилась. Свят будет. Это не большой проблемой, чтобы не бергали, чтобы ничего не было. Это не страшно. Страшно было, чтобы ничего не было. Это не страшно. Страшно было, чтобы людей не было и выходишь и думаешь, Господи, село и не село». Когда уже правди нас освободили, они ушли, и мы уже начали, люди, и мы начали трошки оживать. Трошки вылезли из погреба, и вот так понятно, и мы вот так выжили. А теперь мы вроде как в раю, потому что людей богато. Сейчас в Таврийское вернулось уже больше 30 семей. Все они начали восстанавливать свое жилье после российских обстрелов. Закрывают окна, накрывают разрушенные крыши. Стройматериалами им помогают волонтеры. Но большинству жителей села возвращаться больше некуда. Их дома придется отстраивать заново. Дарья Литовщенко, Денис Синченко для телеканала Freedom.